Отгремели победные фанфары финала. Но фестиваль это не только конкурс, это прежде всего общение друзей из разных стран. Поэтому участники, авторы работ, телевизионщики из Японии, России, Кореи, Китая не расстались после вручения подарков, а отправились в совместное путешествие по Монголии. Примерно в 70 километрах от столицы, в живописных местах парка Терелш, первая остановка на турбазе Рыбеглаз. Этот кемпинг впервые привечает своих настоящих хозяев. Здесь каждая страна руками своих мастеров создает родной уголок. Строительство еще не закончено, но определить национальную принадлежность территории уже можно. Небольшой отдых после дороги и участники вновь вместе. После творческих побед, говорят, самое время добиться спортивных призов. В волейбольном матче между пяти стран первые места заняли мужская сборная Японии и женская Монголия. Я всегда рад посетить Монголию. Ваша страна динамично развивается. Здесь каждый раз что-то новое видишь. И на фестивале в вашей стране Японии тоже удача улыбается. Вот сейчас мы победили в волейболе. Красивый пейзаж, чистый воздух, дружеское общение. Телевизионщикам из разных стран редко удается так отдыхать. А еще организаторы предложили в буквальном смысле на себе почувствовать Монголию и прелести кочевой жизни. Гостей прокатили на лошадях и корабли пустыни верблюди. Организовано очень хорошо, конечно, классно. Болжав, как всегда, хорошо организовал. Где-то на лошади скатит, вон там где-то. Вот. А мы на верблюде. В Иркутск будем возвращаться на верблюдах. До свидания. Пока. Костер дружбы, салют группы Киви и Мотив. Праздник, который бывает лишь раз в году. Фестиваль Рыбий Глаз, ставший символом дружбы между народами, растет и расширяет свои границы. Теперь объединяет пять стран. К движению видеолюбителей России, Монголии, Кореи, Японии добавились авторы из Китая. Так что творческая борьба в следующем году ожидается еще интереснее. Байгала Николай Крупченко, Ирина Грабун, АЭС, Монголия.